В этой связи я хочу заявить о пакете требований, которые мы в состоянии реализовать в кратчайшие сроки. Это приведет к снижению проблем, которые сейчас масштабно будут развиваться по нашей стране, приведут к серьезным экономическим потерям и проблемам наших граждан. Поэтому мы сейчас обязаны этот пакет сформулировать и обязаны, чтобы правительство их реализовало. Мы сейчас требуем, чтобы каждому гражданину нашей страны было выплачено государством минимум по 50 тысяч тенге. У нас чуть более 18 миллионов человек и каждый должен получить, включая младенцев, по 50 тысяч тенге. Далее, это первое требование. Необходимо до 1 июля, начиная буквально с 1 марта, каждому сотруднику медицинского учреждения государства обязаны выплатить по 50 тысяч тенге к текущей размеру заработной платы. Плюс 50 тысяч. Это второе требование. Мы считаем, что необходимо до 1 июля все проценты, которые формируются по договорам у физических лиц, это приблизительно свыше 7 миллионов человек, это пакет требований затронет, чтобы эти проценты выплачивало государство. То есть, объявить мораторий, чтобы банки, соответственно, не несли убытки, чтобы правительство выделило денежные средства и погасило все проценты по потребительским ипотечным займам физическим лицам. Как я сказал, по официальным данным, таких людей приблизительно 7,7 миллиона, то есть 7 миллионов 700 тысяч человек, имеющие такие кредиты. И государство обладает достаточными средствами, чтобы банкам были организованы выплаты за эти физические лица. Далее. Необходимо всех автомобилистов, которые ездят так называемыми иностранными номерами, армянскими, кыргызскими, российскими, дать возможность зарегистрировать их на казахстанские номера без требований дополнительных выплат. Эти люди в основном занимаются предпринимательством, частным извозом. И сейчас такого рода давление и требования заставить их растаможить и выплатить большие налоги бюджет страны, приведут к тому, в условиях кризиса развития коронавируса и падения цен на нефть, приведут к разорению, к тяжелейшим проблемам этих людей. Таких людей где-то зарегистрировано около 170 тысяч человек минимум. Поэтому это требование тоже правительство должно исполнить, не испытывать терпение народа. Далее. Необходимо до конца года отменить все пошлины, различные сборы налоги на ввоз товаров народного потребления. Потому что сейчас фактически с торговых сетей будут сметены товары. Это приведет к тому, что произойдет рост цен на товары и услуги. Я считаю, что мы должны требовать, чтобы цены на нефтепродукты были снижены минимум в два раза. Если цена на нефть уже упала в два раза, а реально упадет еще, то наши требования рыночные, не какие-то административные. Здесь вопрос только в том, что этот рынок контролирует зять Нурсултана Назарбаева, Тимур Кулебаев. Это монополия, и поэтому они не снижают цены на нефтепродукты. Поэтому мы должны потребовать в два раза снизить цены на нефтепродукты. Это приведет к тому, что наши граждане будут платить меньше денег за нефтепродукты. И это опять поможет развитию как бизнеса, так и выживанию в условиях серьезного кризиса, который сейчас надвинулся на Казахстан. Весь этот пакет требований составит не более 3 миллиардов долларов. И это окажет серьезное стимулирующее воздействие на экономику страны. Поэтому, уважаемые друзья, давайте действовать, давайте сами спасаться. Если эта политическая верхушка не в состоянии это сделать, мы должны их выгнать. Алга, Казахстан.